Добрый день, дорогие друзья! Друзья, сегодня пятая отборочная игра «Битвы Родита» в шесть! Уже в треть финалах Медицинский университет, Нефтегазовый университет, Украинца Тюменской области и магазин «Вредный енот». Сегодня в пятой отборочной игре в борьбу вступают команда русской компании. Команда КПРФ, я ее обещал вам, анонсировал, в старо-новом составе. И впервые на игре сборная Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Все сильнейшие вузы у нас и все лучшие парламентские партии тоже у нас. И даже русская компания. Первый раунд открытый. Стоимость вопросов от 10 до 50 очков. А от кого вопросы? Вопросы от Тульского клуба знатоков. И лично от Валерия Юдачева и Алексея Морозова. И от Умурманского клуба знатоков. И лично от Генриха Генриховича Стопковича. Спасибо вам. Первый открытый раунд. Стоимость вопросов от 10 до 50 очков. Давайте будет выбирать у нас вопросы самая опытная на данный момент команда русской компании. И их капитан Семен Моторыгин. Семен. Под новым брендом. Семен, карточку. Желтую. Желтую. Она пока у меня с виду одна. И ваши темы. По морям. По волнам. И иглы. Совещайтесь. А пока команды совещаются, представим эксперта нашей программы. Продолжаем шахматную тему. Сегодня у нас в гостях международный мастер среди женщин Елена Томилова, наш эксперт. Составы. Составы играющих команд. Русская компания. Капитан Семен Моторыгин. Первый номер. Обладатель чемпионского знака. Чемпион четвертой битвы эрудитов Дмитрий Вайер. АПЛОДИСМЕНТЫ И номер второй. Опытный Егор Тинитов. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда строительного университета. Капитан Евгений Мазуров. АПЛОДИСМЕНТЫ И номер второй. Иван Ригель. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда наших старых знакомых из Коммунистической партии Российской Федерации. Капитан Алексей Беломоев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Первый номер. Максим Карпиков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второй номер. Сергей Пыханов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Команда есть право протестов, у команды есть право аукциона, у эксперта, у Елены Томиловой тоже есть право аукциона. Не забываем про них, но пока в открытом раунде, как правило, аукционы не ставят. Егор Тиняков, Иван Ригель, Алексей Беломоев. Тема по морям за 10. По итогам Северной войны Россия получила выход к этому морю. Егор? Балтийская. Балтийская, верно, плюс 9. За 23 моря, за которые ходил русский путешественник Афанасий Никитин. Это Дербенская, то есть Каспийская, Черная и Гундустанская, под которым следует понимать вовсе не море, а именно его, что больше моря, что-то следует понимать. Егор? Индийский океан. Географ Егор Тиняков дает верный ответ на Индийский океан. За 30. Своё название этот район Аплантического океана получил из-за больших скоплений плавучих бурых водорослей. Тихо в зале. Это Саргасово море. Слышал подсказку, но никто не нажал. За 40. По этой причине получил своё название минерал Транквилитит. Транквилитит. Он получил своё название в честь Лунного моря Спокойствия, откуда его образцы были доставлены на Землю во время миссии Аполлон-11 в 1969 году. По морям за 50. Его заключительной частью являлась торжественная месса в церкви монастыря Святого Николая. Его заключительной частью. Тема по морям. Это где-то, видимо, в Италии всё происходило. В Венеции, я бы сказал. Обручение Дожа с морем. Спасибо. После первой темы КПРФ и Строительный университет разминаются. Русская компания лидирует. У них 30 очков. Я жду игровых слов вторых участников команд. Тема по волнам. Максим Карпиков, Дмитрий Вавер и Елена Брагарь. Тема по волнам. По волнам за 10. Капельмейстер Оркестра Тихоокеанской эскадры Макс Кюс создал это произведение, когда его полк был расквартирован во Владивостоке, в городе, стоящем на берегу Амурского залива. Да, Нима? Вальс на берегах Амура. Нет такого вальса? Минус 10. Есть другой вальс. Время? Максим? На сопках мажори. И это неправильно. Минус 10. Это вальс Амурские волны. Амурские волны. За 20. Ты волна, моя волна, ты гулливая вальна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. Просил именно этот сказочный персонаж. Дмитрий? Царь Салтан. Минус 20. В нуле русская кампания. Чемпионская игра от Метеовайера в начале. Если не царь Салтан. Сказку правильно он определил. Если не царь Салтан, то кто там был-то еще? Максим? Гвидон. Гвидон, конечно, плюс 20. За 30. Они сначала были предсказаны теоретически на основе уравнений Максвелла. А спустя 19 лет экспериментально открытый Генрихом Герцем. Дмитрий? Гамма волны. Минус 30. Продолжает, продолжает чемпионскую игру Дмитрий Вабер. Это радиоволны. За 40. Тело по волнам. В июне 1986 года многие люди, живущие за пределами Северной Америки, впервые увидели это явление. Известное также как Лао-Ола. Или просто Ола. На меня смотрите. Да, Глюри. Волна на трибунах. Минус 40. Прекрасно. Это называется Мексиканская волна. Я считаю, что игрок моей команды, Дмитрий Вабер, проник в суть вопроса и правильно ответил на него. Но это вы не мне говорите, вы говорите нашему эксперту, Лене Томилове. Лен, ваше решение. Правильное название этого явления? Мексиканская волна. Ну, в принципе, это волна на трибунах, да, действительно. Ну, наверное, нужно удовлетворить протест. Так решил наш эксперт. Я прошу редакторскую группу добавить 40 очков, отнятые у команды русской компании. Еще 40 очков за правильный ответ. Произошло это во время Чечната мира по футболу в Мексике, 1986 года, Дмитрий Вабер. Отсюда и название. Мексиканская волна. И за 50 очков. И у вас, Семен Матарыгин, сохраняется право протеста. За 50 тема по волнам. Волны различной высоты упоминаются при описании всех ее пунктов, кроме первого и последнего. Шкала Бафорта. Где бы еще это могло быть? Спасибо. Спасибо. Очень интересный счет у нас после второй темы открытого раунда. Старинный университет разминается. У них 0 очков. По 10 у КПРФ и русской компании. Третья тема. Иглы. Прошу. Семен Матарыгин, Евгений Мазуров, Сергей Пыхалов. Иглы за 10 очков. Самый известный ритуал этой традиционной религии представляет собой создание специально приготовленной куклы, которую затем протыкают. Это фальстарт у Евгения Мазурова. Не может отвечать средний университет. Которую затем протыкают специально приготовленными иглами, произнося проклятие. Сергей. КПРФ. Кукла Вуду. Вуду. Верно. Плюс 10 КПРФ. За 20 Свен Зах Зальбер в ходе своих перформансов проявляет невероятное упорство. Однажды в течение двух дней он делал именно это. Семен. Иглоукалывание. Минус 20, Семен. Хоть вы и прекрасно усированы, но отвечаете вы неправильно. Он перформанс. Тема иглы. Друзья. Это перформанс. Он два дня это делал. Да. Искал иглу в сене. Стоги сена. Верно. Плюс 20 КПРФ. За 30. Период расцвета этого типа животных пришелся на Кембрий. Кембрийский период. А современными представителями являются в частности морские звезды и морские ежи. И это Семен Матрогин. Иглокожая. Иглокожая. Это верно сейчас. Плюс 30. За 40. На разлинованную равноудаленными прямыми плоскость произвольно бросается игла. Длина которой равна расстоянию между соседними прямыми. При каждом бросании игла либо не пересекает прямые, либо пересекает ровно одну. Описанный алгоритм был предложен бюфоном именно для определения этого числа. Стоит на университете. Да. Число Пи верно. Плюс 40. Плюс 40 команде строительного университета. За 50. Согласно Роману, ночь в тоскливом октябре. У этого графа был помощник летучая мышь игла. Семен. Граф Дракула. Граф Дракула верно. Плюс 50. Спасибо. Завершен открытый раунд. 20 КПРФ. 63-й университет. Лидирует русская компания. 70 очков. И у нас интервью с экспертом, международным мастером Ленатомилова. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Ну, у нас в прошлой игре, неделю назад, был гроссмейстер Овечкин. И, откроем тайну, ваш супруг гроссмейстер Креактор. Я спрашивал у них о их рейтинге. Какой рейтинг у вас? Мой рейтинг – В320. В320. Расскажите нам о своих достижениях. Вы ведь в Тюмени, я так понимаю, вместе, как жена декабриста, вглубь в Сибирь за мужем, правильно? Ну, в принципе, да. И чем вы в Тюмени занимаетесь? Я тренирую детей и взрослых по скайпу. По скайпу? Да. То есть у Михаила Попова нет возможности тренироваться с вами? Не, ну почему? Возможности у всех есть. У меня открытый набор. То есть я не делаю различия и в уровне подготовки, и в возрасте, скажем так, и в расстоянии. Ну, чтобы понимать, насколько нас будут смотреть в многих странах, там есть скайп, чтобы понимать, насколько вы крутой тренер. Расскажите, что вы выигрывали? Ну, я стала была вице-чемпионкой России по шахматам, ну, в детских возрастах. Два раза была третьим призером. Вот, ну, рейтинг мой уже давно приблизился к гроссмейстерской отметке, но пока мне нужно набрать еще недостающие баллы гроссмейстера. То есть пока я сейчас в процессе. Как вам игра? Игра очень интересная, динамичная, мне нравится. За кого болеете? Я ни за кого не болею, мне просто нравится. Вы просто пристраиваете. Правильно. Наш эксперт сегодня Лена Томилова. Ну и давайте темы у нас на закрытый раунд выберут. Пускай выберут КПРФ. Алексей Беломоев, возьмите микрофон. А давайте мы вас удивим. Да, оранжевый. Оранжевый. Есть одна оранжевая, действительно. Хорошо. Хорошо. Я знаю темы, вы не знаете. Прошу первых участников команд. Закрытый раунд. Стоимость вопросов от 20 до 100 очков. КПРФ выбрали оранжевый цвет. Дмитрий Вавер, Алексей Беломоев, Евгений Мазуров. Дмитрий, начнем с вас. Вы у нас чемпион четвертой битвы. Скажите, что это было в начале открытого раунда? Бывает иногда. Вас как-то плохо мотивировал капитан Матарыгин. Вы знаете, у нас на играх, как выяснилось, некоторые капитаны избивают своих игроков. Какой капитан Семенов? Добрый, усатый. А что так тихо-то? Добрый, усатый. Усатый, усированный и аберриктронизированный. Да. Французированный, я бы сказал. Дмитрий Вавер, чемпион четвертой битвы, между прочим. Евгений, впервые у нас строительный университет на битве эрудитов. Расскажите, как собиралась ваша команда, как формировалась, кто в ней играет? Ну, собиралась и формировалась, это очень интересная и долгая история, но она долгая, поэтому я не буду ее рассказывать. Играют у нас первокурсники, первокурсник Иван Ригель и второкурсник Лена. То есть старуха такая уже. Да, она старуха. Но они оба получатся с одного направления. Вот еще бы на кнопки жали бы, цены бы им не было Евгении, правда? Да. Но я думаю, начнут. Архитектурный средний университет Евгений Мазуров. Алексей Беловой, автор Каван КПРФ. Алексей, ну к вам мой вопрос, мне кажется, будет понятен. Вот вся КПРФ в красном, а вы в белом. Почему? Ну, американская. Что-то типа того. Вот открою тайну. А перед игрой ко мне подошли, значит, КПРФ. Задай капитану вопрос, почему он в белом и в красном. Мы такой ответ подготовили. Это все, да? Это все. А начни Беловой, а в КПРФ. Ваша тема. Вот КПРФ, честно скажу, очень везет еще на прошлых сезонах. И вот сейчас вы поймете, почему им очень повезло. Ваша тема, Карлы. Вопрос за 20 очков. Согласно поговорке, Карл совершил уголовно наказуемое преступление. Какое? Дмитрий? Украл Клары Кораллы. У него все плохо с дикцией. Но это верно, плюс 20. За 40 такое прозвище получил Король Франков. Карл Первый еще при жизни. Король Франков, Карл Первый. Крутой такой был Король Франков. Кто он получил прозвищу? Алексей? Ну пусть будет Карл Великий. Карл Великий верно, плюс 40, правда? За 60 он не признавал микроскопа и отрицал его значение. А изображение, которое можно было увидеть с его помощью, считал оптическим обманом. Известный биолог Карл. Какой бы это мог быть? Серьезно? Карл Линей. За 80 очков. А вот сейчас начинается веселуха, друзья. Веселуха. Ну, Алексей, продолжай. Внимательно. Внимательно. Карлы за 80. Улицы его имени сохранились до 2013 года. В 29 населенных пунктах России. Больше всего улицы переулков его имени 10 находятся в Йошкарале. Тема Карлы. Это Карл Липкнехт. Карл Липкнехт. Известный коммунист, между прочим. Команда КПРов. За 100 очков. Тема Карлы. В кинокартине «Год как жизнь» его роль сыграл Игорь Кваша. Его роль Алексей Беломоев сыграл Игорь Кваша. Да. Карл Маркс. Плюс 100 КПР. Карл Маркс. Верно. Верно. После первой темы закрытого раунда. 60 у Строительного университета. 90 у русской компании. Усиление капитана Алексея Беломоева. КПР впереди 160 очков. А я жду, вероятно, вторых участников команд. На вторую тему закрытого раунда. Егор Тиняков, Максим Карпиков, Елена Брагарь. Вторая тема. Вторая тема, вторая тема. Игорь. Да. Вы у нас в этой, наверное, компании самый опытный игрок. Вы уступали за разные команды. В какой играть лучше? Вы были в Тюмень Геомониторинге. И напомните, как еще назывались ваши команды? Я уже сам не помню, к сожалению. Но у вас еще нет даже ни одной медали, по-моему. Есть. Есть? Две даже. Даже две? Расскажи. Да, что-то второе и третье. Но я даже не помню в составе каких команд. Вот, вот. Это настоящий синдром легионера. Он приходит, приводит команду к медалям и сразу забывает о их существовании. Вы сможете забыть о таких прекрасных ребятах, как Сёмушка и Димочка? Ну, все зависит от того, как сейчас мы сыграем. Но пока не важно. Вайвер не показывает чемпионской игры пока. Ну? Ну, посмотрим. Егор Тюников, русская компания. Лен, чтобы победить в нашей игре, нужно нажимать на кнопку. Подчас, даже если не знаешь правильных ответов, до него можешь догадаться. Как у тебя с этим? Сможем? Попытаемся. Попытаемся. Стоит университет, они пока отстают, но у них все впереди. Верю в них. Максим, вам такой вопрос. Про цвет футбола не буду спрашивать. Понял, что домашние заготовки не работают. Вопрос такой. Вот уже спрашивал Карелина из «Справедливой России» неделю назад. Понятно, что одна партия парламентская, у нас четыре парламентские партии в стране. Понятно, что одна к нам не придет, она в дебатах не участвует. Вот звали ЛДПР, они не пришли. Как думаете, почему? ЛДПР, ну, скорее всего, занято какими-то более важными, чем интеллектуальные игры, делами. Но я даже не могу предположить, что это за дела. Мы о них не слышим, да? К сожалению. К сожалению. А вот КПРФ и «Справедливой России» не боятся ходить на Чуменскую битву и рубитов. Я напоминаю, что здесь никаких подстав. Играют реальные функционеры реальных политических партий. Аплодисменты КПРФ. И ваша тема – матричная тема рис. В ответах есть буква-сочетание «Ракша Игорь Савельевич». Например. Вот так. Рис за 20 очков. Это русский царь с 1598 года. Егор? Борис Годунов. Борис Годунов, конечно. Плюс 20, верно. За 40. Так называется. Аукцион. Аукцион. Аукцион ставит Семен Матриви, русская компания. 110 у русской компании. 60 у Тюмгасу. КПРФ 160. Егор, твое слово. 100. 100, примерно 40. КПРФ может перекупить. Будете? Нет. Играем за 100. Сурс компаний. Рис. Так называется разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна, которая воплощается в создании работ из разнообразных природных материалов. Медленно. Рисование. Флористика, это не только букеты, это еще композиции, панно и коллажи. Это флористика, вы проигрываете. У вас 10 очков. Рис за 60. Согласно словарю Владимира Ушакова, это площадь, служащая местом для гимнастических, конных и других состязаний. Отличное нажатие кнопки Егором. Ристалище. Ристалище вам догонять пытается. 60, верно. Рис за 80. Делать вид, что ты что-то знаешь, труднее, чем это узнать. Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Какой известной женщине принадлежат эти высказывания? Матричная тема. Рис. Очень известная женщина. Много писала. Терпеть не могла мыть посуду, подскажу. Игорь. Агата Кристи. Агата Кристи. Матричная тема главного героя этого произведения. Матричная тема. Рис. Это Христофор Бонифатьевич Врунгель. Спасибо. Прекрасная полис Некрасова. 60 строительный университет. 150. Очень близко русская компания. Лидирует все еще КПР в 160 очков. И прошу третьих участников команд. Семен Матарыгин Иван Ригель Сергей Пыхалов. Семен. Что не так? Что не так с Вавером? Понимаете, вот Тарасова били. В других командах тоже били. Может пора Ваверу Пенделя-то хотя бы дать волшебного? А вдруг хуже еще начнет. Играть. Зачем? Так хоть плюсы делал бы. Педагогичный капитан Семен Матарыгин. Вань, у вас в руках кнопка. Она нажимается. Кто не нажимает, тот не побеждает. Я знаю. А потом еще будет очень неприятно себя смотреть по телевизору. Когда все вроде жмут, даже не знают. Идут пытаются догадаться, работают. А вот вы нет. Давайте будем жать. Я желаю вам удачи и до всех сил. Спасибо. Сергей, а вот вы у нас впервые. Раньше за КПРов играли. Леонид Липа, я помню. Чего он тут играл, да? Следующий. Да. Раньше за КПРов играли функционеры Липа, Владислав Селифанов. Сейчас вы, как вы, во-первых, попали в эту команду и как вам у нас? Начну со второго вопроса. У вас очень великолепно, очень интересно. Первый раз действительно я здесь нахожусь. Отвечая на первый вопрос, как я попал. Ну, говорят, я молодой душой. Так. И могу вполне работать вместе с молодежью. Как говорил Михаил Шолохов про экранизацию своего романа с Сергеем Герасимовым, в одной дышловой упряжке. Да. Отлично. Это Сергей Пыхалов в КПРов. Озерная ваша тема. Озерная. Озерная за 20. В 1982 году государственная премия Советского Союза была присуждена ему, как автору текста и комментатору официального фильма об играх 22-й Олимпиады, который назывался «Оспорт, ты мир». Сергей. Да, вы выиграли кнопку, да? Да. Озеров. Озеров, Николай Николаевич. Верно, 20 тонн. За 40. Максимальная глубина этого озера 1642 метра. А вот сейчас Сергей Семен. Байкал. А вот сейчас Байкал плюс 40 русских компаний. За 60. Озеро надежды. Песня из репертуара Аллы Пугачевой. Автором музыки и стихов к ней является этот Игорь. Николаев. Игорь Николаев, верно. Плюс 60 КПРФ. За 80. Название этого озера состоит из двух слов языка индейцев кечуа. В переводе означающих «Пума» и «Скала». Семен. Браво Сема И за 100 Опа Веселый эксперт За 100 очков самый дорогой акцион стоит Елена Томилова имеет право Счет 60 Тюмгасу 240 КПРФ 270 Русская компания Торги начинает та команда, которая меньше всего очков Это строительный университет У них 60, но ставят они 100 Что скажете, Сергей, вы? Ваша ставка Нет Пас! Что скажет Семен? Пас! Ну вот так вышло, играем с Иваном Ригелем Хоть послушаем его голос во время игры За 100 очков тем озерный, Иван, внимательно Озеро Благовения Озеро Весны Озеро Вечности Озеро Зимы Озеро Справедливости Озеро Лета Озеро Надежды Озеро Счастья Озеро Смерти Озеро Сновидений Вопреки своим названиям Все вышеперечисленные объекты Совсем не озера В традиционном понимании этого смысла А так сказать, моря Где? Да На Луне Плюс 100! Браво на Луне! Повезло! Не самый сложный вопрос Плюс 100 Иван Ригелем Блестящий справляется Спасибо! Завершен закрытый раунд 160 архитектурно-строительный университет 240 КПРФ 270 Русская компания Так, а у нас интервью С группой поддержки Как раз таки русской компании Они пока лидируют Алена Дубинина у нас в зале Алена, здравствуйте! Здравствуйте, Аркадий! Вы в русской компании кто? Маркетолог Маркетолог Как появилась идея Во-первых, чем русская компания Занимается? Первый вопрос Во-вторых вопрос Как появилась идея Поставить Призвать Такую опытную команду Эти ребята у нас не новички Именно под своим брендом На битве родинов Ну, для нашей компании Этот год является юбилейным В этот год русская компания 20 лет Как мы на рынке Тюменских услуг Продаем высокоскоростной интернет Кабельное телевидение И домашнюю телефонию Ну, и как думаете, как сыграют Ребята? Думаю, победят Русская компания Алена Дубинина, аплодисмент Ну, и давайте, Ален Давайте микрофон не убирайте Давайте сделаем так И думаю, на меня старый университет Не обидится Если карточку на полуокрытый раунд Выберет Алена Не обидите, Сергей? Алена, выберите карточку На полуокрытый раунд Синяя Синяя А, вот давайте так, смотрите У меня будет в левой руке Обе плохие Так, 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 так Сейчас А, вот так Да, вот так Вот у меня будет В левой руке Одна карточка В правой другая В какой руке? В правой В правой Левую откладываем Тема полуокрытого раунда Стоимость вопроса возрастает От 30 до 150 очков У нас еще Не использована аукционная команда Только эксперт Добавила перца В игру А, да И еще, да, Семен У нас два аукциона использовала Семена от эксперта От команды русской компании И вот эксперт Идем Таниловой Еще аукционный УКПРФ И у строительного университета Ваша первая тема Тема ЧГК Что, где, когда Вот такая тема Хорошо? Мурманская тема Что, где, когда Евгений Мазуров Алексей Беломоев Семен Моторыгин Полуоткрытый раунд ЧГК за 30 очков Именно эта дата Считается днем рождения Телевизионного Что, где, когда 4 сентября 1975 года Браво, конечно Можно знать Верно Плюс 30 За 60 Около ЧГКшная игра Поэры Имеет свое Название Благодаря Скупому Рыцарю Пушкину Более распространенная В Тюмени Игра Гопаи Ифика Названа так В честь этого Произведения Гопаи Ну, не играют Да, у нас реальные Как бы студенты И реальные Функционеры КПРФ Они не играют В интеллектуальном клубе Они не знают, что Гопаи Это по первым буквам Название Нужно угадать Произведение Это Гарри Поттер И философский камень ЧГК За 90 очков По мнению сайта Лурк Морье На ЧГКшном жаргоне Лифчиком В команде Называют игрока Который отвечает Именно за это Семен За форму За форму Держишь форму Вапаи Верно 90 120 Тема ЧГК В Израиле Они называются Как ни странно Снегурочками И снова Семен Ласточки Ласточки Верно Плюс 120 За 150 очков Тема Что Где Когда Самым Главным игроком Что и когда Является Конечно В телевизионной версии Конечно Александр Абрамович Друсть Александр Александр Абрамович Друсть У него Шесть Хрустальных Сов Звание Магистра Полученное В 1995 И еще Этот Приз Да Алексей Бриллиантовое Сол Бриллиантовое Конечно Верно 150 КПРФ Браво Спасибо После первой темы Полуосбритого раунда Строим на университет 190 КПРФ 390 Лидирует русская компания 480 Очков Ваша Ваша вторая тема Тема Речная Прошу Речная тема На речную тему Елена Борогарь Егор Тиняков Максим Карпиков Покажем Аукцион Ставит Алексей Беломоев С команды КПРФ И у нас счет 390 КПРФ 190 Тюмгасу 480 Русская компания Речная номинал 30 Максим Ваше слово 100 Лена 110 110 Говорит Лена А Егор 120 120 Максим 130 Лена 140 140 А Егор 150 150 Максим 160 Лена 165 Нельзя 165 Показал У нас 10 10 Листочку Вход Да Пас 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 Лена Егор Что нам Последнее 160 170 170 Максим 180 Егор 200 Выбили девочку Выбили девочку Из голосования 200 Верти Максим 210 Егор 230 Максим 290 Давайте Егор 100 Максим 350 Егор 360 Они Издевается 390 Это Вабанг И вабанг И вабанг Играет Столько Вабанг Вабанг Хорошо Мы играем За 408 Тачков С командой Русской Компании С Егором Тиняковым Онхоцеркоз Или Речная Она Паразитарная Болезнь Человека Характеризующаяся Образованием Подкожных Узлов Поражением Кожи И глаз Речная Речная 5 4 3 2 Болезнь Речная Слепота Вы проигрываете Большой Аукцион Но не расстраивайте Все еще впереди В нуле Русская компания Речная За 60 Очков Построенная При Никите Сергеевичу Хрущеве После выхода Постановления 1955 года Об устранении Излишеств В проектировании И строительстве И открытая 31 декабря 1964 года Эта Станция Метро Получила Такое название Его Речники Минус 60 очков Это неверно Это Станция Метро Московского Метро Естественно Речной Вокзал За 90 В Москве Они появились В 1923 году И первоначально Ими заведовало Московско-Окское управление Речного транспорта Егор Речные трамваи Верно Вот сейчас Плюс 90 Взял себя в руки Егор Это речные трамваи За 120 очков Речной Или пресноводный Наиболее универсальный Сорт Который может расти Как в естественной Среде Так и в хозяйствах Фермах О чем речь Бывает речной Бывает морской Может в естественной Среде Может в хозяйствах Фермах Это жемчуг За 150 очков На лодке Выцветшей вдвоем Меж камышей Мы проплываем Я вялым Двигаю веслом Эффемизм Наверное не знаю Так вот Я вялым Двигаю веслом Ты наклоняешься Над краем Это отрывок Из стихотворения Владимира Набокова Речная Речная что? Какой цветок Такой Речной бывает Какой? Да Лилия Лилия Браво 150 очков Русской компании Выдержал удар Егор Выдержал И взял самый дорогой вопрос Спасибо Завершена вторая тема Полуоткрытого раунда 180 русская компания Они уже близко 190 Тюмгасу 390 КПРФ Блестяще лидирует Пока И ваша третья тема Тема легкая На легкую тему Дмитрий Вавер Идет догонять Иван Ригель И Сергей Пыхалов Идет отстаивать Лидерство в КПРФ Тема легкая И заключительный аукцион 30 Да Да Вот последний аукцион Евгений Мазуров ставит У вас Иван 190 180 У ваших конкурентов Из русской компании 390 у КПРФ Ваше слово Вабан Еще раз Вабан Блестящий И русская компания Уже не может перекупить Сергей Вабан перекупает Столько Вабанков Ваше слово Спасибо Вань Ну вы можете стать Просто героем Сегодняшней игры Ваша Тема легкая За Вабанк Вот ваш вопрос Этому термину Дается следующее Определение Соревнование на стадионе Бег по шоссе Спортивная ходьба Кросс И бег по горам Кутерлин из двух слов Тема легкая Легкая атлетика Верно Он выиграл Вабан Блестяще И почти сравнялся У вас 380 КПРФ А 390 Дмитрий Надо гонять Легкая тема За 60 очков Воспаление легких По-другому Дмитрий Бронхит Минус 60 Сергей Пневмония Пневмония Верно КПРФ За 90 Невыносимая легкость Бытия Роман этого писателя Написанный в 1982 году Милон Кундера За 120 очков Этот фильм Боба Рафальсом Самоснятый в 1970 году Сделал звездой Исполнителя Главной роли Джека Николсона Это фильм Пять легких Пьес И заключительный вопрос Полуоткрытого раунда Ее определение Википедии таково Совокупность Специализированных Отраслей Производящих Предметы Массового потребления Из различных Видов сырья Иван Легкая промышленность Это легкая промышленность Это плюс 150 Браво Вот как заиграл Иван Ригель Блестяще просто У нас завершен Завершен Полуоткрытый раунд Результаты Обескураживающие 120 Русская компания 450 КПРФ Лидирует Тюмгасу 530 очков Ну что ж Геройский подвиг Должна совершить Русская компания Чтобы выиграть Соревнования В принципе шансы есть Но КПРФ В Тюмгасу Включились Играть блестяще Три темы Одна на выбор Два писателя Тема 4 И тема без вины Виноватая Выбирайте Так Голосуем Начнем с русской компании Семен Матарыгин Возьми микрофон Пожалуйста Какую тему Все Мам Тему выбирайте 4 4 Что скажет Евгений Мазуров 4 Все КПРФ Извините Не спрашиваем Выбираем Блестяще Дважды 2 4 Дважды 2 4 Евгений Мазуров Вберет вопрос Минус 50 У кого? Егор Атинников КВА Смогайди Русская компания Да 450 У КПРФ Нет Я передумал КПРФ У КПРФ 400 400 У КПРФ Становится 4 За минус 100 Очков Славосочетание Определяющее И саму прессу И ее влияние В социуме Именно такое Егор 4 Власть Верно Минус 100 Русская компания У кого? 400 У КПРФ 530 У Тюмгасу Сейчас давайте У КПРФ У КПРФ Отбираем пока 300 Становится У КПРФ 530 У Тюмгасу 120 У русской компании За минус 150 Очков Внимательно Тема 4 Четвертым Зарегистрированным Пользователем В базе данных Фейсбук Числится Именно он Олег Пусть будет Цукенберг Как еще раз Цукенберг Это минус 150 Очков У вас К сожалению Обидно Но минус 150 Очков Он сказал Цукенберг Егор Он сказал Цукенберг Цукерберг Марк Цукерберг Обидная ошибка КПРФ У кого? Так Ну КПРФ Еще надо Еще У КПРФ Ну что ж Еще 150 очков Отбирает У КПРФ Егор Тиняков Вот так вот Минус 300 КПРФ Теряет на новом вопросе Да может Это Минус А Все Да Ноль очков Ставится У КПРФ 120 У русской компании 530 У Тюмгасу Четвертый вопрос За минус 200 Очков Американская Черная комедия 1995 Состоящая Из 4 эпизодов Происходящих Примерно в одно И то же время Снятая Четырьмя режиссерами И объединенная Общим героем Портье Тедом Называется Именно так Евгений Четыре комнаты Блестящий В ней Ну что я могу сказать Ну блестящая У кого Ну Просто 0 И 120 Давайте 120 Заберем У русской компании И даже Теоретических шансов Нет Команд На кто мог подумать Тема 4 Вопрос за минус 250 очков Так назывался Повышенный курс Светского образования В средневековых школах И университетах Он состоял из Четырех дисциплин Арифметики Геометрии Астрономии И музыки И нет ответа Есть Дэвид Алексей Пусть Все равно У нас 0 Пусть будет тетрадь Нет Это неверно Минус 250 очков У вас Вы на третьем месте Минус 80 очков У русской компании Они на втором месте Но я думаю Что у них будет второй шанс Команда Уж очень симпатичная Из 530 очков Больно Ничего не потеряв В специальном раунде Уверенно В одну калитку С первого места В третьей финале Тюнгасу А правильный ответ Квадривиум Спасибо Ну что ж Пятая игра завершена Еще один неживный результат Еще один вуз В третьей финале А Тюнгу Там пока до сих пор нет Нефтегаз там Медики там Строители там Тюнгу до сих пор нету Через неделю Шестая отборочная игра А это пятая игра Закончена Вел программу Аркадий Ливерман До свидания Аплодисменты Аплодисменты Редактор субтитров А.Семкин